Всем доброго времени суток, вы на канале Ашот Ньюс 2. Впервые это слово шуртвац я услышал в годы нашей войны с Арменией, когда шуртвацами в Ереване стали называть беженцев наших земляков, покинувших Азербайджан по вине тех же ереванских армян. Потом слово тиражировалось уже в интернете и сегодня известно многим. Шуртвац это предатель, перевертыш, просто негодяй. Причем перевертышем и называют не только карабахцев. Например, несчастные амшенцы, которым не повезло родиться в Ереване с видом на турецкую гору, тоже шуртвацы. Ереванцы не признают в амшенцах настоящих армян, а называют их шуртвац, что звучит достаточно обидно для армянина. Конечно, все зависит от степени интеллигентности и воспитанности человека. Но многие, если и не говорят это вслух, все же внутренне считают именно так. Если ты не уроженец Армении, ты шуртвац, потому что и язык у тебя неправильный, если он амшенский, карабахский или донской. И менталитет не тот, и вообще ты какой-то не такой. Восточные армяне всегда относились пренебрежительно к приезжим и вообще к армянам из других регионов. Годы переселения армян из Турции обездоленных называли Кро. Годы Союза появились Ахпары. Потом в конце ролика объясню, что это такое. В годы Карабахской войны беженцев из Баку и так далее называли как попало. Туркиматор, Туркацацхай или просто Пахстакан. Придавая этому слову оскорбительный смысл. Но самое главное было разделение армян из Армении и из Карабаха. Всем знакома фраза ХАЕС, ТЕКАБАХЧИ, как будто Карабахцы это новая раса. Дошло до того, что армян из Лоры обвиняли в том, что они искусственные армяне. Ереванцы доказывали, что настоящие армяне только в Араратской долине, а остальные просто смесь армян с разными народностями. Некоторые армяне, избегающие поверхностных суждений, пытаются докопаться до причины разделения наций на истинных и перевертышей. Возмущаются тем, что карабахцев называют за их упрямство и шаками. Карабахцев ненавидят в Армении. Почти все. Служба в армии Карабаха – самое страшное наказание для прозывника из Армении и его родителей. Именно поэтому пара миллионов армян живет не в Армении, а в других странах. Это медицинский факт, а не азербайджанская пропаганда. Земли в Карабахе в шуше пустые, брошенные. Армяне продолжают уезжать при малейшей возможности. На азатамартиков, так называют армян, которые воевали в Карабахе, и их семьи плюет каждый, кто может. Эти бывшие боевики-головорезы ходят с протянутой рукой, а их отгоняют, а кто-то сумел сколотить состояние и банду уже других головорезов вокруг себя. Особенно ярая ненависть с карабахцем появилась в Армении после убийства митингующих вышедших протестовать по поводу незаконного избрания с Арксяном на пост президента. Именно карабахские армяне стреляли в мирное население по приказу главного карабахца Сержика. Толпа атаковала полицию коктейлями Молотова и металлическими прутьями с криками «Турки-карабахцы, убирайтесь!». В сети я видел рассказ о том, как недавно ереванская жительница не позволила медсестре сделать ей укол из-за того, что та была родом из Карабаха. Один знакомый армянин рассказывал, что в Армении полицейских называют карабахскими собаками. Негатив карабахцам будет сохраняться и расти по мере роста преступлений клана Сараксиана Кочаряна, являющимися по сути единым карабахским мафиозным семейством. Сейчас хочу привести несколько примеров, как называют друг друга разные армяне. Начнем, пожалуй, с самых образованных и интеллигентных армян из Баку, Сумгаита и Гянджи, которые назвали в советское время всех других армян ласковым словом «чушки». Сегодня армяне, которые слышали звон, но не знают, где он, этим словом пытаются оскорбить азербайджанцев. Но мы-то знаем, что и как, поэтому этим они нас не задевают, а смешат. Далее, именно карабахских армян за их топорность, тупость и бестакность всегда называли карабахскими ишаками. Армяне Армении также называли карабахских ишаками, а других азербайджанских армян – шуртвадцами. Армян из арабских стран все армяне называют ахпарами, намекая на связь с мусульманами. Грузинских армян Армении между собой называют подлыми. Армян из Ирана они называют парсик. К российским армянам у армян Армении всегда было презрение. Они их считают предателями. Хотя российские армяне тоже страдают из-за обидной клички «Хач» в России. Год назад в интернете читал, что армянская делегация из Еревана поехала в Россию к донским армянам. Делегацией были представители культуры и духовенства. Увидев, что донские армяне живут по своим правилам и переняли много тюркского, ереванские начали их учить, как нужно правильно молиться, как нужно справлять праздники и свадьбы, и упрекнули их, что они слишком ассимилированы и отуречены. На что интеллигенция донских армян жестко послала ереванскую делегацию куда подальше и посоветовала не суваться со своим уставом в чужой монастырь. Как видим, этот народ сам по себе неоднородный и шаткий. Почему-то ереванские армяне считают себя пупом земли, хотя сами являются тоже переселенцами из Персии и Османской империи и не понимают, что маленькие народы должны адаптироваться и уживаться, а не следовать указке, объявившего себя центром всех армян Армении, где живет всего 1.5% всех армян на планете. Почему? Потому что остальные 99,5% не хотят и не чувствуют связь с этой родиной, которая возникла на политической карте всего 100 лет назад, в 1918 году, 28 мая.